Здравствуйте! Сайт 72.ру представляет видеообзор ЧП за неделю. О самых заметных происшествиях в Тюмени расскажу вам я, Анастасия Жердина. Оставайтесь с нами. Тюменская полиция В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят работу по выявлению других фактов его преступной деятельности. 24-летнему тюменцу, подозреваемому в совершении двойного убийства, в квартире на улице Клары Цеткин предъявили обвинение. Безработный знакомый погибшего Андрея Попкова сейчас активно сотрудничает со следствием. Признавшись содеянным, он безошибочно указал место, в котором избавился от главных улик. Я дошел до сюда, сначала выкинул это, потом спустился, вот там вот, вот так, это мелодия. Орудием, с помощью которого теперь уже неподозреваемый, обвиняемый совершил двойное убийство, оказался обычный разводной ключ. В ходе распития спиртных напитков произошел небольшой конфликт, в ходе которого наш подозреваемый, вооружившись пригодным для причинения смерти орудием, нанес телесные повреждения лицам, находящимся в данной квартире, а именно 35-летнему мужчине и совершеннолетней девушке, которые в момент получения телесных повреждений спали. В субботу 21-го числа в Тюмени состоялась акция памяти. Более 100 человек пришли в этот день с цветами к магазину неформальной одежды и атрибутики «Вредный енот». Убитый Андрей Попков по прозвищу Ёж был его владельцем. В Тюмени снова пропал человек, Олеся Зверева, 1983 года рождения. 21 сентября она вышла из дома номер 243 на улице Республики и не вернулась. Молодая женщина была одета в серую куртку с фиолетовым отливом, синие джинсы и серо-синие туфли. Рост пропавший 165 сантиметров, вес 60 килограммов. Особые приметы – родинка на подбородке. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Олеси Зверевой, просят позвонить в полицию. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» тюменские полицейские выявили 4 сомнительные торговые точки. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверили складские помещения и магазины по улицам Молодежная, Энергетиков и Герцена. В результате обнаружено около сотни различных вещей с признаками подделки под известные бренды. Общая сумма изъятых товаров – более 170 тысяч рублей. Одежда направлена на экспертизу. На Червишевском тракте в понедельник под колесами микроавтобуса погибла пенсионерка. 85-летняя тюменка выбежала на дорогу в неположенном месте. Остановиться водитель не успел и сбил пешеходку. От удара ее отбросила на несколько метров. В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте. На автодороге Тюмень-Баровский-Багандинский погибли два человека. Жители Елутровска возвращались домой, когда навстречу их автомобилю выехал прицеп КамАЗа. По предварительным данным водитель тягача перед выездом не проверил исправность цепного устройства. Во время движения груженный зерном прицеп отделился и выкатился на встречную полосу. У жителя Елутровска, который находился за рулем легкового автомобиля, не было времени, чтобы среагировать на опасность и избежать столкновения. От полученных травм мужчина и его пассажирка скончались на месте. Поздним вечером 24 сентября на 12-м километре автодороги Тюмень-Ишим-Омск столкнулись три автомобиля. По предварительным данным водитель ВАЗ-2106 не выдержал дистанцию до впереди идущего ВАЗ-2115. От удара Жигули выехали на полосу встречного движения, по которой двигалась Хонда. Полностью остановить свой автомобиль водитель иномарки не успел. Удар пришелся в правый бок шестерки. От полученных травм, сидевший за рулем ВАЗ-2106, мужчина 1982 года рождения, скончался в машине скорой помощи. Трое пострадавших с различными ушибами госпитализированы. 41-летняя Тюменко сбила инспектора ДПС. Это произошло на пересечении улиц Профсоюзной и Алибашевской. Инспектор форменной одежды и в светоотражающем жилете осуществлял в это утро регулировку дорожного движения. Наехавшая на него Тюменко оказалась водителем с 8-летним стажем. Алкоголя в крови виновницы ДТП не обнаружено. По данному факту в ближайшее время будет проводиться служебная проверка. Сотрудника ГИБДД с ушибом головного мозга госпитализировали в больницу. И в завершении о курьезном дорожно-транспортном происшествии произошло оно в Тюмени на пересечении улиц Комсомольской и Водопроводной. Автомобиль Мини Купер, въехавший из столб, ранним утром в субботу заметил проезжавший мимо экипаж ДПС. Каково же было удивление инспекторов, когда они увидели, что водитель, виновник этой аварии, мирно спит прямо за рулем. Разбудить Тюменко стражам дорожного порядка удалось не сразу. Первое время, не понимая, что происходит, он наотрез отказывался открывать дверь. А когда все-таки вышел, понял, дела его плохи. Мы вас не скрываем. Результаты тестирования на наличие алкоголя в крови подтвердили предположения инспекторов. Молодой человек 1991 года рождения, по всей видимости, возвращался за тянувшейся пятничной вечеринки и просто уснул за рулем. Произошло это до столкновения со столбом или после? Вопрос открытый. Ответить на него достоверно может только сам водитель. Но он мало что помнит. ЗВОНОК В ДВЕРЬ И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Будьте внимательны и осторожны, особенно на дорогах. До встречи через неделю.